Я вас приветствую, мои маленькие извращенцы, и сегодня тема 18+. Так, у меня хамса, картошка. Картошка со сливочным маслом, с чесночком. Хамса, здесь у меня маринованный лучок. Вот, пожалуйста, мои 33 складки, вы тоже увидели. Вот так вот вам покажу. Тёмное пиво, сегодня суббота. Сегодня суббота, значит, мы чин-чинь, 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 мои хорошие. Хамса великолепная. Картошку надо перемешать, чтобы сливочное масло распределилось. Слушайте, она так разварилась, у меня картошка безумно вкусная, молодая, внутри жёлтая. Я обожаю такую картошку, очень-очень вкусная. Хамсу беру в одном месте. Однажды взяла её в пятёрочке и выкинула. Это очень вкусно. Вы знаете, не зря говорят, что всё гениальное. Оно просто. Это реально так. Хамса, 99 рублей, вот такая баночка. Наивкуснейшая. Картошка, ну, в районе 100 рублей, не помню, сколько она там стоит. Пиво, 115 рублей, вот тёмное, 115 рублей. Пожалуйста, всё, ужин удался. Кстати, не забывайте поставить мне лайк и прокомментировать видео. Кстати, кто ещё не смотрел предыдущее видео, пожалуйста, посмотрите повнимательнее, отпишитесь мне там в комментариях. Сегодня у меня мукбанг 18+, да? Сегодня немножечко по отношениям. Немножечко про отношения. Девочки, мальчики, вот кто меня смотрит? Скажите, пожалуйста, ответьте мне. У вас в течение вашей жизни менялся вкус на мужчин? Вкус на мужчин. Тут руками надо есть никакая. Нахер эта вилка? У меня все вкусно мужчин в плане внешности, каких-то повадок. Вот, может быть, вам нравились одни и теперь другие. Либо вы, вот всю жизнь, вот вам нравятся брюнеты коренастые. Вы вышли замуж за брюнета коренастую и вообще нравятся и привлекают вас брюнеты или блондины. Вот мне интересно знать. Знаете, я для себя сделала вывод такой, что вообще люди, люди, вообще люди меняются. У них меняются вкусы. У меня поменялся вкус в плане одежды, поменялся вкус на еду, поменялся вкус на какие-то, ну там, не то что вкус, да, поменялся мировоззрение. То есть я не стою на месте, я развиваюсь. Но, про мужуков, он у меня тоже поменялся. Поменялся вообще, иногда я не могу сама себе ответить на тот вопрос, который задаю себе. Думаю, Лиза, а какой типаж твой мужчин? У меня мама спросила, говорит, типа типаж. Я говорю, мам, ну как ты думаешь, какой у меня типаж? Какие мужчины мне нравятся? Она говорит, ну, она такая, я думаю, тебе такие нравятся, добрые, чтобы любил животных. Говорит, чтобы не жадный был. Такое, говорит, тебе нравятся такие коренастые, чтобы вот в теле мужчина был. Я говорю, да, мама, продолжай дальше. Я говорю, какие? Ну это чисто, да, там, она описывает и внешне, ну, какие-то там качества. Вот, но она говорит, ну тебе красавцы не нравятся. Ну и так далее. Вот, а тут недавно, значит, я разговариваю со своей подружкой. Чинь-чинь за субботу, мои хорошие. Вам желаю хорошей субботы с просмотром моего видео. Кстати, приятного аппетита, кто сел вместе со мной есть. Не знаю, у меня был вкусный мужиков, знаете, какой? Я всё время любила бандитов, хулиганов. Всё время вот эти хулиганские бандиты мне нравились, понимаете? Вот, чтобы он был такой, знаете, на районе, извиняюсь, пиво, на районе гроза. Чтобы он дал пизды любому, чтобы за меня там голову оторвал. Знаете, такие... Короче, блатняк. Охули, ты пищишь, блядь. Я снимаю, они начинают там пищать. Болотные парни. И мне всё время... Я смотрела, когда кино. Я всё время была не за ментов, а за бандитов. Вот они такие смелые. У них куча бабок. Они крутые. Знаете, вот какую-то защиту я всё время искала. Хотя зачем мне защита? Я не понимаю. Но сейчас у меня абсолютно кардинально изменился. Мне вот эти вот хулиганы нахуй не нужны. У них вечные проблемы. Вечные разборки. Какие-то то его посадили, то ему что-то ещё сделали. То он недели не появляется, он там в бегах. Ну, вы понимаете, да? Вот этот вот а-ля 90-е, вот эта романтика 90-х, бандитов, красивая жизнь. Да, это на самом деле всё вот только в кино. То есть те женщины, которые жили с такими и живут, ну, я думаю, они не прям счастливы. Да, возможно, да, финансово они могут быть обеспечены. Но эта финансовая, она настолько нестабильна, что ты в любой момент может прийти, придут за ним, да, посадят его, будут разыскивать. А ты с детьми будешь прятаться, либо с каких-то группировок. Ну, вот эти вот разборки, да, вы поняли, о чём я говорю? Вот про это. Вот мне всегда нравились, изначально, такие вот мужики, да, парни, я имею в виду, молодые, которые связаны были с этим. Ой, я вообще, я тащилась от этого, а сейчас понимаю, нет, это не моё, я хочу спокойную, стабильную жизнь. Я хочу мужчину без разборок, чтобы он никому там ничего, ебальники нигде не бил. У меня сейчас интересно, знаете, умный мужчина, умный, мне правду, чтобы было что обсудить, поговорить, чтобы он умел, даже не то, что умел, чтобы он меня чему-то даже учил, да. Чтобы он мне рассказывал, что, Лиз, посмотри, этот фильм интересный, посмотри, этот исторический, почитай там книжку. Хотя я книги не люблю читать, я вообще всю информацию, вот что мне интересно, я черпаю из Ютуба. То есть я набираю какие-то что-то про природу, про историю, я смотрю, слушаю. Ну, в основном я включаю такие моменты, когда мою посуду, что-то убираюсь дома, ну, я слушаю, вот. Вот, то есть не аудиокниги, да, вы поняли, а репортажи, то есть, ну, вот такое вот, на это меня прет, и плюс маньяков, обожаю маньяков, уже все пересмотрела про всех маньяков, уже по второму кругу пошла. Суббота удалась, вот. А эти бандиты, ну, нахуй не нужны? Да и особо денег у них нет. Так, херня вся. А умный, может, он всегда сможет. Пускай он не защитит тебя кулаками, не будет у него борзости такой, да. Лишний раз он даже не полезет куда-то что-то, чтобы что? Остаться инвалидом, кому-то что-то-то доказать. Вот эти, знаете, быки есть, быкуют, быкуют там, друг на друга, они лезут. Зачем? Зачем? Кому это надо? Просто никому. Люди инвалидами, либо это смерть. С некоторых вытащила, ребят, с некоторых нет. Липота. Я думаю, что вы меня поддержите в этом, да. Ничего хорошего нет. Нет, есть до сих пор, которые, парни, они там занимаются чем-то. Там рэки, там, я не знаю. Ну, это уже прошлое, они все ушли уже в свой бизнес. Возможно, там повадки какие-то остались. Ну, мне такое неинтересно. Вот эти по тюрьмам его, потом бегающие где-то, что он, переживания. А вот нравились, понимаете. Я всё время хотела быть женой бандита. Вот какого-то, вот бандюган, чтобы был, понимаете. Вот это вот какая-то глупая юношеская романтика, непонятная вообще. Ну, сейчас нет. Я буду, я хочу, буду. Угу, оговорка по Фрейду. Ну, начальником. Руководителем, допустим, да, какой-то там фирмы мужчина. Ну, чтобы умность с мозгами, чтобы в случае чего, да, мог выбраться и сколотить там что-то другое. Если, ну, вот не все же всегда, да, богатые, что-то не получается, разоряются компании и так далее. Чтобы было грамотно, чтобы шарило, где бизнес какой-то замутеть. Чтобы, естественно, я не буду в стороне ему помогать. Чинь-чинь. Давно, девочка мне написала одна, говорит, Лиза, давно у тебя пивасика не было. Я говорю, точно. Давно у меня пива не было. Я обожрусь. Я обожрусь, это точно. Знаете, почему я обожрусь? Потому что невозможно остановиться. Невозможно. Это круче. Понимаете, это вот мясо ты объелся, у тебя тяжесть. Немного съел, а тут... Это кайф. Кстати, а по поводу внешности, что я вам могу сказать? По поводу внешности, у меня вкус так и остался. Блондины, вот прям блондины, мне никогда не нравились. Никогда. И худые, жилистые, да, есть мужчины худые, жилистые, мне тоже никогда не нравились. И сейчас не нравятся такие. Ну, не знаю, не мое. Вот у меня была подружка, ей наоборот, ей нравились мужчины, и нравятся до сих пор худые, жилистые, знаете, вот таким крючковатым носом. Это прям ее-е-е. Знаете, что я могу сказать? Вот таких мужиков, знаете, какие огромные, блядь, там, вот это вот, внизу. Не куконию, член. Это мы с ней обсуждали, да, еще давно-давно, она говорит, у всех. Вот у нее там были какие-то отношения, она жила, что-то, я говорю, вот такие вот мужчины, у всех, блядь, вот такие ебаные в рот, ебаные в рот, блядь. Говорит, вот именно вот почему-то у типажей вот таких вот. Ой, ой, красота. Вот, ну, это немножечко от темы, но у меня же тема 18+, естественно, я же не могла про письки не вспомнить, мужские письки. И вот там был такой, говорит, ну, не так у всех, говорит, большие, большие члены. Ну, может, поэтому она таких и любила, из-за больших членов, скажет, а что мне маленький? Маленький неинтересен. И действительно, маленькие ей были неинтересны, ну, то есть ее очень-очень сильно смущало, что если у мужчины маленький член. Очень. А я все время их жалею, говорю, ну, он же не виноват, так природа распределилась, ну, что теперь сделаешь? У кого-то маленький член, у кого-то маленькие сиськи. Ну, бывает, но ржалит вообще вот над этими маленькими членами или над большими членами. Это вообще угорали. Картошка, вот знаете, возьмешь картошку, а она бывает вообще невкусная. Вот в магните где-то, особенно зимой, я не знаю почему, зимой вообще отвратительная картошка. Сейчас еще более-менее. Ой, надо шлифануться пивасиком, да? Шлифануть. А что вы предпочитаете, кстати, под картошку с хамсой? Водочку или пивасик? Вот у меня давно не было пива, вот как-то не знаю, мне вот в хамсе почему-то пиво больше. Если селедка, вот селедка, да, под водочку хорошо. А с хамсой, мне кажется, такой, и мне нравится вот такое пиво темное. Вот это сочетание всего вообще просто идеально. Ну вот. Отрыжка этот пиво. Конечно, извиняюсь, но так и лезет. Так, мякушка, куда ты полезла? Что-то лук так плохо замариновала, вообще не могу понять. Ни уксусом, ничем просто. Ну хотя пахнет уксусом, но как будто я люблю такое немножечко, чтобы прям уксус-уксус был. Это есть непонятно что. Ой, девочки, объелась. Девочки, объелась. Сейчас допью еще пиво. Вот. Так что пишите мне комментарии, изменились ли у вас вкусы на мужчин. Какие вам нравились. Нравились когда-то бандиты, либо наоборот вам нравились ботаники. Ну вот мне ботаники никогда не нравились. И для меня ум у мужчины никогда был почему-то не в приоритете. Мне больше нравилось, чтобы он был, блядь, сильный, понимаете? Просто сильный. А ум нет. А сейчас наоборот. Кому нужна эта нахер сила, сейчас умный мужик в приоритете. Чинь-чинь, хорошую субботу вам. Ой, прекрасно, девочки. Покупайте хамсу, ешьте. Всех целую. Всех люблю. Пока-пока.